Смотрите, скунс. Я думаю, что так завоняло. Это вообще... Него ж никто не трогал. Ой, блин! К слову, я сейчас сижу возле библиотеки и здесь есть такая, в общем, фишечка. Фу, блин, как он воняет. Елки-палки. Вот пришел здесь и развонялся. Я бы даже не подняла голову, смотрела бы дальше YouTube. Все тут уже не видно, все так моросит, но это уже реально далеко. Убежал. Это реально далеко уже получается. В общем, чего я делаю возле библиотеки почти в 6 утра? То, что я пришла за билетами в зоопарк. Это самые такие аншлаговые билеты. Сдается билет на семью бесплатно. А так это будет где-то стоить 100 долларов. Ну, где-то 90-95 на семью трех человек. А так вообще можно у кого-то двое детей, то есть и два взрослых. Вот так вот два взрослых и двое детей. Такой семейный билет. И кто первый придет, тот и берет вот этот вот билет в зоопарк. Три человека первых. Также есть билеты бесплатные в Ром, Роял, Антария, Музей. Но они есть еще и там поближе, к библиотеке. Это можно пойти в следующую субботу. Это по субботам. И в сайенс-центр. Еще в другие есть музеи, но они вообще, можно сказать, без очереди. То есть еще очередь на, вроде бы, на арт-музей, там где картинная галерея. Как-то туда не дойдем. Ну, в общем, большей популярностью пользуются вот это вот билеты в зоопарк. Потом сайенс-центр, научный центр, Роял, Антария, Музей. И потом, по-моему, арт-галерея. Так что, если хотите билетик, зайдите на сайт библиотеки Toronto Public Library. И явитесь в какую-то из библиотек. Вот даже это было еще дальше. То есть он побежал, что да. А сидел он вот тут вот где-то метров пяти. И так завоняло. Блин, до сих пор еще так воняет. Мне же нельзя сказать, чем. Типа какая-то смесь лекарств. Еще какие-то химикаты. Так, в общем, можно пойти почти бесплатно в зоопарк. Что там надо будет? Это заплатить за парковку, наверное, долларов 15. И если что-то там покупать, понятное дело, платить за это. Но, как бы, хоть уже и работают, но это жирновато себе позволить билетик купить. Вот мы уже с Сашей. Был понедельник здесь, после католической Пасхи. И мы с Сашей ходили в аквариум. В аквариум бесплатно не достанешь билеты. Может быть, если бы мы не спонтанно туда вообще решили пойти, а где-то там погуглить. Можно было бы с какой-то скидкой там хорошим, возможно, эти билеты онлайн купить. Или какой-то там специальный скидочный билет найти. Но мы заплатили, чтобы не соврать, по-моему, долларов 70 вместе с налогами. 70 долларов за один взрослый, один детский в Торонто аквариум. Риплейс аквариум. Потом мы заплатили. Саша захотел там себе подарочка 2, 40 долларов за них. Что-то мы еще покупали. А мы в Тринити колледже за 15 долларов. Он там себе обед взял. На обратном пути в Тюмхортенси там чуть-чуть взяли, купили. На 12 с лишним долларов. За парковку заплатили 17 долларов. Один раз мы много прошли. Никого еще нет. И потом, получается, ну это уже не к этому дню, а в Костка я съездила. По-моему, на 140 долларов туда купила фрукты, овощи. Так поесть. Ну, в общем, нам вот этот вот день обошелся 160 долларов днем развлечения вместе, там, парковками с едой. И плюс еще Костка. То есть мне 300 долларов обошелся день. Из них 160 вот это развлечение. То есть если убрать вот эту вот стоимость билетов, допустим, если идти в зоопарк, то это значительно хорошая. Львиная доля, получается. В общем, дорого обходится здесь интертеймент. Даже вот ходит Саша с Сашей в кинотеатр. Кино там смотреть всякие какие-то новые интересные. Минимум 15 долларов стоит. Если это будет какой-то там уже 3D или там начало, ну вот они ходили недавно на Avengers. Я даже не знаю, сколько они платили. Так, в общем, тут надо хорошо зарабатывать. А чтобы хорошо зарабатывать, надо хорошо голову иметь, да? Так что учите английский. Сдавайте всякие диссигнейшены. И вперед в Канаду. И тут вот, кстати, наверное, я вообще очень рано пришла. Потому что часто бывает приходишь, а уже кто-то стоит. Возвращать книжки можно вот так вот кидать в любое время суток. Ну, это такая старенькая библиотека. Тут сразу она смежна с комьюнити-центром. Вот так вот. Вот этот билет Toronto Zoom. Он действует до 3 августа 3 месяца. В общем, бесплатный билет на 2 взрослых и 2 ребенка. На 3 месяца. То есть в течение 3 месяцев надо 1 раз явиться. Это одноразовое, то есть он бесплатно. Я посмотрела на сайте, что мы там экономим не много, не мало, по-моему, 60 долларов. В общем, надо будет только за парковку заплатить 15 или 12 долларов. Вот так вот.